Поздороваться! Всем привет! В прошлом видео вы видели, что я написал, что с нами случилась одна неприятная ситуация. Мы ее сначала не хотели вообще включать в наш фильм, когда были в Париже, но потом я пообщался с некоторыми ребятами. Они сказали, что наоборот, это было бы всем интересно узнать, поэтому мы решили все-таки про это дело рассказать. Максим, расскажи вкратце, что с нами приключилось? Ну, в общем, это был один из дней, которые мы проводили в Париже. Решили после башни Бонфарнас заскочить в Белирееву поэт, прикинуть цену, возможно, закупиться вещами. Ну, это оказалось как бы универмаг по-нашему, то есть просто обычный магазинчик. Да, на самом деле ничего особенного. Были мы, наверное, в отделе с крытой одеждой, и в процессе вот этого вот самого выбирания у нас украли ссылку с вещами. Это самое интересное, что это... С паспортами. Главное, ладно бы с вещами просто. Там были наши паспорта, соответственно, где виза была вклеена. Ну, то есть все, это капец просто был. Когда мы все это заметили, уже прошло, наверное, минут сорок. Мы походили по магазину, потом мы встретили какую-то женщину, по-моему, из Эстонии, которая живет в Англии. Мы еще с ней постояли, поговорили. И когда уже выходили из магазина, собственно, Макс говорит, Миша, слушай, почему-то легко мне как-то на плече, типа, где сумка? Вот, мы, конечно же, побежали назад в магазин, начали разговаривать с продавцами, но, к сожалению, магазин уже закрывался. И, в принципе, сумки мы не нашли в этот же день. Надежда у нас не гасла до последнего, потому что нам сказали, что надо прийти утром, мы посмотрим какие-то видеокамеры, да, там, мы записи с видеокамеры сможем найти свою сумку. Поэтому, в принципе, в этот же вечер не сказать, чтобы сильно расстроились, но день как бы немножко был испорчен. Хоть... Ну как немножко? День был охренительно испорчен. Ну, что сказать? Теперь надо рассказать, наверное, как мы выкручивались из этой ситуации, да? Ну, значит, по шагам немножко расскажем. Значит, первое, что мы сделали, естественно, мы вернулись в магазин, как уже говорили, поговорили тогда сами с охранниками, они сказали, что если что-то найдут, они нам обязательно скажут, мы оставили им номер телефона свой, и они позвонят. Но, в любом случае, сказали подъехать на следующий день. Вот. А сейчас сказали сходить в местный участок полиции, и остались там, значит, заявления. Сначала, насколько ты помнишь, мы пошли просто к полицейским, они сказали, что уже закрыт участок. И, типа, приходите потом, да. Мы, ну, наверное, расстроились, все, пошли, значит, сели вот уже в МАК, и тогда уже начали искать телефон местного посольства. Значит, телефон посольства мы в интернете нашли, ну, в данный момент белорусского, вот, в Париже. Позвонили, нас проинструктировали, что нам нужно сделать, то есть, куда нам нужно приехать. Сказали адрес и какие нужны документы. Значит, какие нужны были с собой документы. Надо было на следующий день пойти в полицейский участок, оставить заявление, и вам выдают специальные бумаги, которые являются вашими, ну, как-то, удостоверением личности, временным. Скажем так, временная замена паспорта. При этом нам сказали, что надо сделать, по-моему, две фотографии. Вот, то есть, ну, где сделать фотографии, мы нашли какой-то супермаркет, и там стоял автомат, который делает фотографии. Мы там сделали фотографии. Да, с фотографиями в Париже вообще. Там никаких проблем никаких нет. А, еще обязательно это было 20 евро. Ну, это, да, это когда мы уже приехали в посольство. Значит, затем мы приехали в посольство с этими бумагами, с фотографиями и, соответственно, с 20 еврами. Заплатили 20 евро. Какую-то, по-моему, написали что-то, типа, объяснительное, что у нас украли паспорта, да. И, ну, и, собственно, все. И сказали, что нам надо пару дней подождать. Ну, реально, нам повезло, что мы в Париже еще были после этого дней пять, а бумага-то делалась за два, наверное, за три. Вот. Значит, прошло, не знаю, два или три, я не помню. Нам позвонили, сказали, что можете вы приезжать. Мы приехали, и нам выдали такое посвящение на гортане, называется. То есть, это такая бумажка, как паспорт. И все, в принципе, с этим посвященем. Потом никаких проблем не было. Возвращались, единственное, на границе спросили, ну, что вообще произошло. Ну, сказали так и так, украли паспорта, и все. Это было в пятницу вечером, когда мы звонили в посольство. И нам повезло, что, ну, как бы посольство, как каким бы оно было, оно пошло навстречу и сказало, что, в принципе, можно приехать в выходной день. Хоть и не работает выходная, но можно приехать и отдать все документы. Поэтому мы быстренько смогли все это сделать. Ну, полицейский участок, на самом деле, больше всего у нас времени отнял, потому что мы стояли в очереди. В очередь, час или два, наверное. В час или два, да. Потом еще общались с самим полицейским. Кстати, очень приятный мужчина оказался такой позитивный. Да, то есть, судя по всему, у них там есть какой-то отдельный человек, который общается вот этими делами у нас с туристами. Вот, он нас узнал, что, как, при таких обстоятельствах. Есть какой-то маленький шанс того, что вещи возвращаются, но он сказал это порядка 15%, и мы, конечно же, в эти 15% не попали. То есть, нам никаких паспортов, нам ничего, никаких вещей не прислали. Да. Могу сказать следующее. И деньги, и документы, и все ценные вещи обязательно держите всегда при себе очень внимательно. Лучше одевайте как-то, там, не знаю, на пояс, под одежду. Ну, потому что реально с этим очень опасно. И вот, чтобы не попасть в такую ситуацию, то делайте так, и все будет нормально. Да, кстати, такой совет. Значит, Миша все-таки больше подготовился и сделал копии паспортов. Ну, как бы желательно. Если вы сами едете, да, сделать всякие копии всех документов, чтобы в случае вот такой потери вы могли... Ну, потому что нас действительно и в посольстве спрашивали, и в полиции спрашивали, есть ли копии, чтобы можно было нам хоть какой-то показать, чтобы меньше было проблем. Так что держите документы при себе, не зевайте, вот, и тогда поездка не будет мрачена таким событием. Ну, скажем так, если уж такое случилось, как бы не нужно киснуть, если выход из любой ситуации, в общем-то, скажем так, Единственное, что у нас вызвало, это потеря одного дня отдыха, да, то есть не скажу, что мы сильно там как-то потеряли, но... Ну, мы хотя бы другой зато район Парижа увидели, который не собирались очень посмотреть, это тоже было, в принципе, очень интересно. Кстати, район очень хороший. Классный зеленый район, да. Да. Ну, все, удачи всем. Всем удачи, путешествуйте, следите за вещами. Пока.